Учетные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные и перечни наград. В военном комиссариате Ненинского округа ведется сбор архивных данных об участниках Великой Отечественной войны. Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России в Москве. Сегодня у каждого жителя региона есть возможность увековечить подвиг своего родственника. Как это сделать, выяснила Любовь Пермякова. Помнит о подвиге своих родственников и жителей Ненинского округа. Почти 6 тысяч историй наших земляков уже вошли в уникальный проект «Дорога памяти», который призван сохранить историю и рассказать о тех, кто сражался за Родину. Для того, чтобы портрет вашего героя занял почетное место в крупнейшем историческом памятнике, необходимо обратиться со сведениями о родственниках, которые защищали страну на полях боев или трудились в тылу. Военный комиссариат региона, расположенный по адресу город Наринмар, улица профессора Чернова, дом 7. Единственная просьба к жителям значит найти фотографии, письма с фронта, также награды. И хочу рассказать, как можно это сделать самостоятельно, а если не самостоятельно, приносить все документы в военный комиссариат. В дальнейшем документы будут направлены в Министерство обороны Российской Федерации. Они станут частью мультимедийной галереи на территории главного храма Вооруженных сил России в Москве. Это памятное место, где судьбы героев Великой Отечественной будут увековечены, а их имена навсегда запечатлены на мемориале «Дорога памяти», представляющем собой крупнейший военно-исторический памятник. Сейчас полным ходом идет строительство мультимедийного музейного комплекса в подмосковном парке «Патриот». Протяженность галереи – полтора километра или 1418 метров по количеству дней Великой Отечественной войны. Здесь на глазах у посетителей музея будут оживать кадры хроники, и каждый сможет стать участником тех боевых действий. Брестская крепость, Сталинградская битва, оборона Ленинграда, морские сражения. На территории музея будет располагаться одноименная мультимедийная диорама с фотографиями и сведениями об участниках боевых действий. Набрав нужную фамилию, вы сможете увидеть своего родного героя. Также стать участниками проекта вы сможете самостоятельно, отправив данные через интернет. Для этого необходимо зайти на сайт Министерства обороны России в разделе «Дорога памяти», заполнить анкету. Для этого потребуется внести минимальный набор данных на русском языке. Фамилия, имя, отчество, год рождения, воинское звание, награды, если имеются, и фотографии. Можно загрузить фронтовые письма. В графе «История героя» расскажите о боевом пути родственника, о его жизни до и после войны. После окончания проверки и объединения всех документов, пользователь получит письмо со ссылкой на сведенную запись. Поделитесь личной историей, которой гордится ваша семья. Любовь Пермякова, Лениц Шишелов, Телеканал «Север».